На повестке у депутатов в этот день вопросы серьезные и в пику общему настроению совсем не веселые. О своей работе за прошлый год отчитались руководители отделов полиции разных районов областного центра. Начальник Октябрьского отдела рассказал о кражах авто на его территории. В 2017-м зарегистрирован 31 угон. Раньше машину возили в сторону Москвы и Шуи. Теперь пути отступления иные. В основном краж на территории Октябрьского района у нас совершается Пустошбор, Минеево, Авдотино. То есть в основном у нас машины уходят по Фурманской трассе и через деревню Говядово. Кремлемент тоже перегруппировался. Если через Кохму раньше много машин уходило, то сейчас поставили много камер фиксации с высоким разрешением, поэтому Кремлемент перегруппируется. Но если современные средства фиксации могут стать препятствием для угона или, скажем, ограбления квартиры, то интернет и сотовая связь позволяют чувствовать себя злодеем вольготно и комфортно. Звонки или СМС с предложением освободить родственников от уголовной ответственности после ДТП. Распространение наркотиков через соцсети – все это уже четко отработанные мошеннические схемы. Заказ товаров через интернет, спам, рассылка, карта заблокирована или ошибочная операция. Опять же, с учетом перехода на безналичные формы оплаты этот вид распространяется все больше и свою опасность представляет для населения. Акцент руководителя полиции по Ленинскому району на борьбе с уличной преступностью. Серьезным подспорьем в этом вопросе являются добровольцы. Народные дружинники есть практически при каждом отделе. Но для этого нужны какие-то меры стимулированные. То есть мы под конец года наконец-то решили вопрос, связанный со страхованием граждан. Это было основным условием для того, чтобы граждане у нас участвовали в охране общественного порядка. Вопрос встает о том, что стимулированы и, соответственно, завлекать граждан, для того, чтобы они все-таки участвовали в правоохранительной деятельности совместно с нами. В целом же отделы Ивановской полиции шагают в ногу друг с другом. Депутаты дали положительную оценку их работе. Большую роль играет система профилактики, в частности, система «Безопасный город». Депутаты поддержали инициативу по поводу увеличения количества видеокамер, которые могут фиксировать территорию нашего города, особенно в общественных местах, местах наиболее каменогенных. Я думаю, что этой работой будет заниматься и наша соответствующая комиссия, которая создана при главе города Иваново. После всех отчетов парламентарии продолжили работу по проектам решений. На сортировке теперь появилась улица Митрофановская. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.